Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал, меня зовут Антон С. И сегодня мы пьем кофе Тартуфи в стиле Яны Рудковской. Кто знает, о чем речь, тот знает. Наливайте то, что вы там пьете, давайте сплетничать. Сейчас только что переехал, к сожалению, не могу найти свои любимые классические фирменные кружки от Тартуфи. Но огромная благодарность Тартуфи за постоянную любовь и поддержку нашего сплетнического комьюнити. Здесь вам нужны замечательные подарочные корзины, полные гурме продуктов из Италии. 100% арабика, роскошный кофе, шикарные продукты с трюфелем. Переходите по первой ссылочке в описании. Закупайтесь и радуйте своих близких или своих клиентов, если у вас свой бизнес. Потому что Тартуфи, ребята серьезные, доставляют действительно качественные продукты напрямую из Италии. Только что говорили, вот в этом видео, кто пропустил по этой ссылочке, можете пройти и посмотреть печальную блогерку Сашу Спилберг, которая изо всех сил, я не знаю, что она пыталась сейчас делать, она пропала, ее никто не мог найти. Всеми парковками искали Сашу Спилберг. Значит, нарисовалась она в Киеве. Было мне смешно смотреть на ее папочку, который говорил, что Саша пропала, но криминала нет. Откуда он это, во-первых, знал, что криминала нет? Ну ладно, криминала нет и слава богу. По факту сейчас Саша Спилберг говорит, друзья, всем привет, подписывайтесь на мой канал, здесь я буду делиться своими мыслями. Первый пост выйдет сегодня вечером. У Саши Спилберг снова телеграм-канал, неужели вся эта возня была придумана только из-за этого? Господи, боже мой, когда сидишь и думаешь, ребят, ну вот как проходят ваши планерки? Расскажите, как проходит ваша жизнь, что вы сидите и все команды обсуждаете, что я пропаду на три дня, потом нарисуюсь в Киеве и дай бог на мой телеграм-канал подпишутся, что 100 тысяч человек. Печаль, непроходимая печаль. Ладно, проехали. Кстати, ставьте лайки этого видео, стараемся каждый божий день, даже когда мы сидим на нераспакованных ящиках, выпускают свежие новости, чтобы вам было что посмотреть, когда вы пьете ваш утренний кофе или вечерний бокал вина, если вы еще не подписаны на самое замечательное, самое интересное сообщество в русскоязычном блогинге. Подписывайтесь, у нас здесь самое настоящее жарища. Билли Портер раскритиковал вот эту вот обложку с Гарри Стайлсом. Экс-солист One Direction стал первым мужчиной, который появился на обложке культового модного журнала за всю его 127-летнюю историю. Эта веха стала еще более значимой, потому что на обложке он был не просто как мужчина, он позировал в платье для этой самой обложки, вечным жакетом от Гуччи. Однако классика жанра от мистера Портера, то, что он появляется везде в варенских кутюрных нарядах, смотрится это экстравагантно, смотрится это все оригинально, но то, что говорит мистер Портер, немножечко, знаете, так коробит. Цитата. Я чувствую, что индустрия моды приняла меня, потому что так пришлось сделать. Я завел разговор про небинарную моду, но ВОК все же поместил Гарри Стайлс. Белого мужчину, белого мужчину, акцентирует Портер, натурала в платье на их обложке. Я не хочу щемлять Гарри Стайлса, но именно его вы собираетесь использовать для представления этой новой темы, задается он этим вопросом. Ему все равно, он просто делает это, потому что так нужно. Для меня это жизненная политика, это моя жизнь. Мне пришлось бороться всю свою жизнь, чтобы я смог надеть платье на церемонию вручения Оскара и не быть застреленным. Все, что ему пришлось сделать, это быть белым и гетеросексуальным мужчиной. И так возмущается открытый гей ВИЧ-позитивный, он тоже преподнес этот факт о своей жизни, как борьбу, я не знаю с чем. Тот самый момент, вообще, когда люди в наше время говорят о своем статусе ВИЧ-позитивного человека, для меня это немножечко, ребят, ну серьезно, 2021 и вы ВИЧ-позитивный? О да, дать вам медаль за то, что вы в свое время занимались грязным развратом, но это называется так, вы не пользуетесь предохранением, и поэтому у вас сейчас ВИЧ-2021. Это не 78-й год, дорогие мои, и поэтому, когда он все преподносит как заслуженный, я не знаю, рвущий платье от Армании на своей груди, и говоря то, что Гарри Стайлс, он белый, и он в платье от Гуччи, а почему не я, так как я задал эту самую небинарную моду? Ты не задал небинарную моду, дорогой мой мистер Портер, ты был всегда фриком, ты органичен в своем фриковстве, и от тебя этого не отнять, но ты не ввел моду на немидарную моду. То, что мы видим на красных дорожках, это эпатаж, мужчина ходит в женских платьях. О боже мой, революция? Нет, я так не думаю. Но сейчас он поднял эту тему, и что сейчас делает журнал ВОК? Это будет привести, я не знаю, разворот с извинениями господину Портеру за то, что не его взяли на обложку, а Гарри Стайлса, не знаю, Гарри Стайлс крайне органично смотрится в платьях от Гуччи. Гарри Стайлс заигрывает с небинарной моды, будучи натуралом. Вот натурал заигрывает, наряжаясь в платье. Это заигрывание и продвижение в массы небинарной моды. А когда открытый гей носит платье, ну это, извини меня, немножко попахивает травести жанром, ни больше, ни меньше. Отвратительно, когда сейчас нажимают на Ох, он же белый! Ох, он же натурал! Да сейчас давайте все натуралы белые будут извиняться! Говорю я, открытый гей, который радуется тому, что сейчас у ЛГБТ, как за Атлантикой, так и в Европе, небывалые свободы, о которых мечтать не могли и 15-20 лет назад. Мы очень комфортно живем. Здесь замечательно быть геем или лесбиянкой. Ну, упаси боже, я сейчас буду поддакивать. Да, да, ты и только ты должен был быть на этой обложке. Лицемерие! Вы замучили своими расовыми проблемами. Я не вижу рас. Поэтому не нужно здесь обвинять каждого белого человека априори, что у него проблемы с расой других людей, потому что белое превосходство, оно вроде как у нас в крови. Угомонитесь! Отвратительно читать обиженного стареющего гея, который мечтал наверняка, да, иметь эту обложку ВОК. Но, видимо, редактора ВОК решили, что Гарри Стеллс имеет тот самый стиль, который, скорее всего, у мистера Портера отсутствует, потому что ВОК в первую очередь о моде, а не самоутверждение, повторюсь, стареющего гея, который носит женские платья, как свою повседневную одежду. Отвратительно! Интересно послушать ваше мнение по поводу такого лицемерия. Давайте пообщаемся в комментариях. Дана Борисова прокомментировала ситуацию с Татьяной Булановой. Вы помните, вот в этом видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть, если вы пропустили то самое видео, когда Таня Буланова очень остро, очень бескомпромиссно обвинила жертв насилия, жертв домогательств, назвав их проститутками. По-другому там никак не перевернешь. Было очень жестко, но в какой-то степени, ребята, понимаете, тонкая грань, когда ты, в принципе, согласен и с Таней Булановой, и согласен и с Надей Ручкой, которая комментировала комментарий Тани Булановой. И вот, пожалуйста, Борисова вложила свои пять копеек. Поддерживать Буланову не буду, цитата Борисовой, никогда, потому что она рассуждает обо всем чисто с бабской колокольни, не имея реально трезвого представления о каких-либо ситуациях, на основании того, что к ней ни разу никто не приставал. А я действительно считаю, если пристают, то пристают к симпатичным, а Татьяну я таково не считаю. Быдло, прошу прощения, вырвалось. Поэтому, может быть, она действительно избежала харассмента. У нее такое дремучее состояние. Она считает, что харассмент — это стыдно. Извините меня, у человека деревня в голове. Мои знакомые из шоу-бизнеса утверждают, что Буланова самая рыльца в пуху. В 90-е, когда гремела, она была вместе с бандитствующими элементами, про которых у нее все слюнявые песни. Она там кочевала от одного к другому, можно сказать, по рукам. Можно обвинить Таню Буланову в том, что она жестко высказалась по поводу жертв харассмента. Можно не согласиться с Таней Булановой, но когда ты сваливаешься в оскорбление и преподносишь стиль жизни, который выбирала в свое время Таня Буланова, как что-то постыдное. Дан, не тебе с твоим пропитым рылом лезь в этот калашный ряд. Это вот моя такая четкая позиция. Я люблю, на самом деле, когда грызутся звезды, потому что это наш хлеб сплетнический. Это очень интересно наблюдать. Но здесь элементарное оскорбление и зависть. Опять же, когда мне тогда сливали интересные пташки, кстати, кто не знает, вот мой инстаграм, можете всегда прилететь, вы останетесь анонимными, а мы с огромным удовольствием пообсуждаем то, что вы нам принесли. Пташки говорили, что у Тани Булановой очень ужасное окружение. Таней Булановой пользуются, она тяжело пьет. Но опять же, такое наверняка можно сказать про любую звезду, особенно имеющую легендарный статус. Мы можем с усмешкой рассуждать, а может быть не очень мощным и некрасивым голосе Тани Булановой. Но это легенда нулевых. Здесь вы как ни повернете, любите вы или нет творчество Тани. Она легенда нулевых. И с этим нужно просто жить. А у Даны, ну я не знаю, а чем сейчас занимается Дана, кроме как оскорбляет всех и вся. Надеюсь, что это перерастет в серьезный инфоповод, скандал. И Дану Борисову опять упомянут. И дай бог пригласят на очередное ток-шоу. Мерзко, но очень интересно. Интересно послушать, что вам есть сказать по этому поводу. Комментарии открыты. Давайте пообщаемся. Приехала Крестная. И сегодня у ребяток царский обед. Телятинка, свежайшие креветки и перепелиные яички. Все ждут. Да, Крестная наша ждет. Так что сейчас будем лопать. Нет. Не, не, хватит. В ТикТоке снова пригорело по-серьезному у голодающих, когда увидели рацион породистых псов. Блогеры объяснили, что стыдно кормить собак говядиной. Это могут увидеть голодающие пенсионеры. Про голодающих пенсионерах это очень спорно. Я сомневаюсь, что у голодающих пенсионеров есть возможность выйти в интернет. Я сомневаюсь, что у них есть телефоны поддерживающие. Приложение ТикТок. Пипец, я за год столько телятины не ем. Не говоря о пенсионерах, которые получают по 9 тысяч рублей, пишет один из пользователей. Человек, похоже, гордится тем, что показывает. С голодными пенсионерами около пятерочки поделитесь. Они вам скажут спасибо. Да уж, люди с голоду дохнут. Один раз в месяц некоторые могут себе позволить мясо. А здесь собаки едят отборное мясо. Пир во время чумы. Знаете, я очень долгое время прожил в Норвегии. Почти 8 лет я жил в Бергене и в Осло. И я вынес вот этот вот интересный момент. Феномен менталитета скандинавов. Максимально скромные люди. То есть это могут быть богатейшие люди, у которых, я не знаю, миллионы евро на счетах. Это будет все равно дом, обитый белой вагонкой. Это будет, возможно, шикарная тачка. Но на этом все и закончится. Никаких предметов люкса, никакой показушности на публику, что у меня есть деньги. Знаете, вот он феномен богатых стран. Ты показывай, не показывай. Во-первых, это никто не оценит. В той степени это раз. А во-вторых, наверное, нет необходимости самоутверждаться за счет кривозубых христиан. Это вот если мы так говорим. Во-вторых, интересный момент, да? Здесь мы говорим про породистых псов. И, скорее всего, это заводчица. И для нее это ее хлеб. И, видимо, он стоит. Та овчинка той самой выделки, что ты делаешь подобного толка тиктоке. На самом деле здесь нет ничего из ряда выходящего. Простите, пожалуйста, меня. Но я тоже кормлю своих собак отварным кроликом, потому что у моей дочери аллергия на очень многое. Когда нет возможности купить кролика, я отвариваю им баранину. Сейчас я более-менее нашел какую-то органическую еду, которая держит их в нормальном состоянии. Они не расчесываются, но дорогие мои. Это мои дочери. Это самое ценное, что есть в моей жизни. Есть моя семья и мои дочери, которые неотъемлемая часть моей семьи. И поэтому уж для дочерей перепелов и перепелиные яйца я найду всегда. Интересно послушать ваше мнение вообще на реакцию людей подобного толка, когда у людей настолько сильно бомбит это раз. А во-вторых, это же не в свои идеи. Почему вот эта вот манера считать чужие деньги? Эти деньги она не украла, она вытащила из своего кармана и заплатила за эту телятину. А кормить голодных пенсионеров, которые копаются в мусорке, это дело не заводчица, которая занимается разведением серьезных собак, а это забота государства, которое сейчас выплачивает настолько смешные пенсии. Пенсии действительно смешные. Мне же знаете, что иногда пишут? Эти пенсионеры, которые роются в помойках, у них огромные деньги. Они просто не хотят тратить эти самые деньги. Пенсии по 9 тысяч. Алло, ребят, какие огромные деньги? Упаси боже иметь такую пенсию, что ты вот так вот сидишь одна. А если нет сына, а если нет дочери, которая докидывает тебе вот эти вот копеечки, что идешь как раз роешься в мусорку. Это проблема бедной страны. И вы знаете, дорогие мои, бедных сирых детей и бедных пенсионеров, у которых не хватает деньги, должны заботиться, повторюсь, власть держащая, которую воруют миллиардами. Они разводчицы собак, у которых случайно выложили по их собственной, не знаю, какой вине, да, ТикТок, где показан рацион этих самых собак. Интересно послушать ваше мнение вот на эту вот остую достаточно, да, ситуацию. Давайте пообщаемся в комментариях. И вот опять же, в эту же кучу малу, если так можно выразиться, Даня Милохин выразил интересную мысль. И эта мысль, она показывает немножко менталитет русских. Сейчас я объясню, о чем речь. Он, значит, был гостем на YouTube-шоу Басты. Вопрос ребром. Он должен был честно отвечать на провокационные вопросы, и одна из поклонниц поинтересовалась, не помогает ли он детскому дому, в котором он вырос, и вместе со старшим братом. К удивлению гостей, Даня Милохин заявил, что не жертвует деньги и не собирается этого делать. Цитата. Я не помогаю никакому детскому дому, на самом деле. Я считаю, что их нельзя жалеть. Все вокруг жалеют детей из детских домов, и они себя жалеют. Они неправильно воспитываются. Так он сформулировал свою мысль. Баста посоветовал Милохину так больше никогда не говорить. Здесь интересный момент, да? Мне очень сложно вообще комментировать это все. И с моральной точки зрения, да, кто должен кормить детей и помогать этим детям в детском доме, кто нет. Здесь вопрос немножко в другом. Вы знаете, когда я в свое время переехал из Эстонии, я, когда мне было 19 или 20 лет, очень молодой, и я иногда сидел на форумах, где сидят русские диаспоры в разных странах. Например, был норвежский форум, на котором я часто сидел. Было интересно почитать рассуждения различных людей, которые смогли эмигрировать в Норвегию. Вы знаете, вот он менталитет. Это типично русский менталитет. Это феномен на самом деле. Потому что, когда переезжают пакистанцы, они кучкуются. У них огромная диаспора. Огромная диаспора у турков. Они всегда помогут своему, помогут с документами, с советами. Они помогут во всем, где только можно. Когда вы, приезжая, вот почитайте просто форумы русских диаспор в разных странах. Вот сидит какая-нибудь одна, да, девочки, помогите. В какую организацию отправить документы? Как получить вид на жительство? Какие справки собрать? Кто-то ей помогает. И как только она получает свой вид на жительство, когда у нее спрашивают такие же новоприбывшие в ту же Норвегию, а куда пойти? Какие справки относить? Ответ очень часто на этих форумах один. Вы знаете, получить вид на жительство в Норвегии, это так сложно. Эта миссия практически невыполнима. Ой, боже мой, я как вспомню так. Тебя спросили, куда справки отнести? Не твои эмоциональные переживания по поводу вида на жительство в Норвегии. Это цирк. И вот это вот по факту типично русский менталитет. Как только я добьюсь чего-то, все остальное, да пусть оно горит синим пламенем. Это я замечаю очень давно, это я замечаю повсеместно, и я понял, что это определенно часть менталитета, да. Как только одна переехала, например, в Германию и получила вид на жительство, сразу начинается. А вот у нас в Германии, я уверен, она это еще произносит, когда пишет, да, с акцентом немецким, потому что сразу же забываем русский язык и резко становимся немками. А вот у нас в Германии вот так. Я не знаю, как у вас там у Кривозубой черни, а вот у нас в Германии, да, это так. А когда спрашиваю, а сколько ты в Германии, девочка, ну, уже три года с видом на жительство, да. Хороша немка, да, с ростовским запашком. Менталитет. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Помните вот эту вот актрису, которая спародировала официального представителя МВД Ирину Волк? Ее посадили на три месяца в тюрьму. Лариса Кривоносова прославилась тем, что через известного руководителя исполкома Виталия Налиткина в нескольких сериях она сыграла официального представителя МВД Уссурийского района. Ролик с Марины Волф очень не понравился полиции. Кривоносова арестовали на 10 суток и оштрафовали на 1000 рублей за незаконное ношение в форме на одежде была пародия на камеру но такого наказания оказалось недостаточно. 19 октября Уссурийский суд назначил Кривоносовой три месяца колонии такое наказание Лариса получила за неоднократное несоблюдение административного надзора. За шутки лишают права пожизненно въезд в страну. За шутки сажают как Юра Хованского. Привет, Юр. Надеюсь, что ты скоро выйдешь. Надеюсь, что ты выйдешь вообще. И вот сейчас, пожалуйста, зашение формы в пародии на МВД три месяца колонии. Галочка будет у тетки в документах, что сидели. Это вам просто так, знаете, новость. Тема для размышления. Коротко сейчас о ситуации с ковидом в Москве. В некоторых больницах, как утверждает портал БАЗа, свободными остаются лишь несколько десятков мест. В больнице имени Филатова заполнено уже половиной коронавирусных коек. Еще хуже ситуация осталась в московской ГКБ-52. На ее территории сейчас развернуто более тысячи коек и 90% сейчас заняты. В госпитале АТС Москва полная загрузка занята тысяча коек. В коммунарке осталось около 50 мест. В госпитале в Сокольниках мест вообще нет. Тем временем в Москву начинают готовить к краткосрочному локдауну. С 21 по 28 октября. И вот вам что интересно, ребята, это не будет какой-то локдаун, какой-то минорный, который будет очень мягкий. Все очень серьезно. Значит, с 30 октября представление доступа посетителей и работников, все пункты питания, в том числе в парках, объекты розничной торговли, организации ИП, оказывающие бытовые услуги, в салоны красоты нельзя будет туда попасть, физкультурно-раздоровительные центры, массовые физкультурные спортивные мероприятия и медицинские организации для платной медицинской помощи. Также распространяется это все на ветеринарные клиники. Они будут закрыты. Досуговые развлекательные мероприятия, букмекерские конторы, культурно-выставочные центры, театры, детские игровые площадки, зоопарки закрыты. И также распространяется это все на центр госуслуг, мои документы, многофункциональный миграционный центр и другие помещения органов власти в государственных учреждениях Москвы. То есть это все запрещено, но есть определенные исключения в каждом случае. По факту это будет жесткач. Это будет самый настоящий локдаун. Вы знаете, для меня, когда я прочитал эти условия локдауна, это было весна позапрошлого года. Тогда было закрыто все, кроме аптек и супермаркетов. Были какие-то вот исключения, да, и здесь тоже вот они эти исключения есть. Я выложу, переходите в мой телеграм-канал, там будут все вот эти вот таблицы с исключениями, а по факту закрыто будет все. Будет закрыто абсолютно все. Интересно послушать ваше мнение. Сначала это вот Москва, сейчас Московская область тоже сюда будет включено. Вот такая вот ситуация с коронавирусом в Москве, по крайней мере, в Московской области и в Петербурге точно. Мне интересно, дорогие мои сплетники из регионов российских, как у вас там с локдауном, будет ли там локдаун такой же серьезный, жесткий, как в Москве, как и в Петербурге. Давайте пообщаемся в комментариях. Вот по факту, да, не отменял никто эту самую пандемию, никто более халатного отношения, чем в России, я не слышал нигде. Ведь каждый раз, когда я говорю, вот в Европе, я приезжал в Испанию, я приезжал в Германию, все в масках, даже тогда, когда маски не нужно носить. В масках ходят люди на улицах, мне говорят, а вот у нас, приезжай к нам в Россию, приезжай к нам в Украину, у нас масок никто не носит, маски не помогают. Но как это все не помогает, когда вы видите такую разницу между Европой и Россией? Вы понимаете? Когда мне говорят, а в Европе никто не сидел, да, конечно, никто не сидел. 10 месяцев вся Европа сидела на жесточайшем локдауне. Германию попустило сколько? Два месяца назад немцы мои, сплетники из Германии, сколько месяцев назад попустили в Германии, сидели на жесточайшем карантине в Польше, в Варшаве за хождение на улице, на улице без маски, штраф был там чуть ли не до 2000 евро. Дурнейшие штрафы, чтобы у людей даже не было мысли снять маску на улице. Вы вообще слышите это? И когда нам сказали, вот я на тот момент был в Варшаве, можно снять маску, я снял, и знаете, и страшно. А люди ходят до сих пор некоторые в масках. Скажите мне сейчас еще больше, что маски-то не помогают. Да ничто не помогает, видимо, да? Ничто не помогает. Только вон, в Европе открыто абсолютно все. Я надеюсь, не будет четвертой волны, потому что в Латвии, в Латвии, да, мы сейчас не будем объединять весь Евросоюз. В Латвии какие-то абсолютно страшнейшие цифры. Когда это все закончится? Интересно послушать ваше мнение, ваши переживания. Дорогие мои, люди же будут закрываться, и бизнесы будут банкротиться, никто им никому не будет помогать. Вот так вот, понимаете? Косили чеки, когда была возможность, по максимуму. Не думая о том, что будет локдаун, и опять начнутся въехать из России. Россия сейчас красная зона. Или нет, туристам. Вообще, как-то можно выехать с Украины? Можно ли в Европу въехать? Или сейчас везде повально запреты? Только по исключениям, только по семейным обстоятельствам, только по учебе, только по лечению. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Четвертая волна, дорогие мои. И вот, пожалуйста, вам новость. Суд запретил продажу в России более 60 моделей смартфонов Samsung. Это связано с делом о запрете сервиса Samsung Pay. По запрет попали как новейшие Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold. Так и более старые модели, например, Samsung Galaxy J5, выпущенные в семнадцатом году. Оказывается, суд выяснил, что корейцы нарушили чужой патент при производстве системы Samsung Pay. Пока решение о запрете в силу не вступило. Оно обжаловано. Кто хотел купить себе Samsung, сейчас самое время, потому что скоро их не будет. Какие новости, господи, боже мой. Дорогие мои сплетники, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддерживаем приюты для бездомных животных. И замечательный фонд в Москве и Московской области Кота Детки. И сейчас при локдауне, я думаю, локдаун продлят. Это не просто будет недельный локдаун. Я уверен, сейчас это будет та же система, как была в позапрошлом году. Недели, еще две недели, еще две недели, сколько там. Поэтому, если у вас есть возможность лишние 30-50, не знаю, 40 рублей перевести, напишите Кота Деткам, узнайте их финансовую информацию и, пожалуйста, помогите, потому что ребята делают серьезнейшую работу в помощи братьям нашим меньшим. Я так люблю наше замечательное комьюнити за то, что мы люди с таким огромным любящим сердцем всегда помогаем братьям нашим меньшим, потому что кто, если не мы сплетники? Спасибо, дорогие мои сплетники, что доказываете всему миру, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо огромное абсолютно всем за компанию. Ребят, сейчас я переехал, в эту субботу будет мой влог о переезде, поэтому обязательно переходите на мой основной канал, ссылочка вот она здесь. Раз в неделю я стараюсь, по крайней мере, в блоге о моей жизни. Переходите, подписывайтесь, если вам интересна моя жизнь в отрыве от сплетен новостей. Спасибо еще раз в любом случае всем за внимание, спасибо всем за лайки, за комментарии, за подписки и за спонсорскую поддержку. Спасибо, дорогие мои, увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok